Вторая книга царств, глава двадцать третья. Вот последние слова Давида из речения Давида, сына Иесеева, из речения мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня, сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава от земли, не так ли дом мою Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья и огнем сожигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Из Босеф, Ахаманитянин, главный из троих, он поднял копье свое на восемьсот человек и поразил их в один раз. По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собиравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гороритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное Чечевицею, а народ побежал от филистимлян, то он встал посреди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру от Даллам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян — в Вифлееме. И захотел Давид пить и сказал, кто напоит меня водою из колодеза Вифлеемского, что у ворот. Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и подчерпнули воды из колодеза Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Овесса, брат Иоава, сын Соруин, был главным из троих. Он убил копьем своим триста человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он подошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее тридцати, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Теперь с 24 по 39 стих следует перечисление имен, которые я выпущу, чтобы не затруднять ваше слушание. Субтитры создавал DimaTorzok